доброе утро дорогие мои ну как я вам и обещал когда будет длинная палка и будет соловей я вам запишу нашего соловья вот он сегодня первое утро долго поет правда еще распивается трели у него еще так не очень длинные но я вас сейчас поближе поставлю буду записывать соловья а сам пойду на лавочку побеседую на тему сельской молодежи ну и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но знаете, я слышу сразу несколько соловьев сейчас... Вот давайте послушайте... Вот такое у нас сейчас утро... У нас такая красота... Сейчас и на озере давайте я вам покажу маленько... Ну а записываю я этот ролик... В большой радости, что опять одно из моих предсказаний, можно так сказать... Или пожеланий начало исполняться... Помните, я теперь уже 4 года назад... Я начал говорить о том, что нужен инжиниринг для детей, что им нужно инженерные школы создавать и так далее... И попутно с этим, 3 года назад я начал говорить о том, что это должно быть в сельской местности... Потому что преимущество сельской местности для воспитания детей... Они огромны против городских... Нет, в городских, конечно, много культуры... Как бы много комфорта... Тоже как бы... Но на самом деле сельская местность и сельская жизнь сейчас может быть не менее комфортно... И я-то радуюсь, что об этом заявила вчера председатель Совета Федерации Матвиенко... Она встречалась с сельскими активистами или сельскими социальными работниками... Ну и сказала о том, что есть сейчас блогерское движение... Сельское блогерское движение действительно есть... Там, если наберете сельские каналы, то там 40 лучших каналов есть сельских... И это совпадает с моими интересами... Но у меня всё-таки маленькая поправочка... Пока я вижу, что сельские блогеры чаще всего рекламируют сельскую жизнь... И иногда, честно говоря, просто издеваются над этой жизнью... Поскольку делают её такой юмористичной... Такой в русском стиле, что ли... Хотя при этом люди... Я вижу, что грамотные, чаще всего переехавшие из города... И всё это делают достаточно интересно... И блоги действительно интересны... Но я-то хочу всё-таки сделать маленькую поправочку... Что я за то, чтобы здесь, в сельской местности... Детям давалось полноценное образование... И для именно творческого развития... Для развития в инжиниринге... Вот сейчас глава правительства пообещал президенту за год обучить миллион технических рабочих для высокотехнологичных предприятий... А где он их возьмёт? Где он их возьмёт? И я вам скажу, что, конечно, не в городе... В городе таких ребят, которые хотят идти в рабочие, не так-то много... Там настолько вот эта нацеленность в высших учебных заведениях на то, что ты должен быть особым... Ты должен... Но есть прямо институт, где стоит во главу угла... Что ты особый человек высшего качества... И ты должен обучиться работать с людьми более низшего качества... Ну как так? Это... Причём очень известный, я не буду называть... Но его выпускники достаточно популярны... Но, к сожалению, очень много их в пятой колонне, этих выпускников... И мы обсуждали, почему они туда идут... С какой стати у них вот такое мнение о всех остальных... А потому что их так образовали... Потому что им в школе говорили, что вы москвичи, вы лучшие... Вам будет всегда лучшее место на работе и в управлении... Ну и в институте подтвердили, что вы совсем самые лучшие... Теперь будет у вас всё, как они говорят, окей... Только от того, что вы там учитесь... Сельская молодёжь, она поскромнее... Она, конечно, надеется, что её куда-то примут... Очень внимательно готовится к этим поступлениям... Поскольку здесь никаких блатов, ничего... И не очень надеется на какие-то особые места в особых университетах... То есть у нас вот в Москву никто не поступает... Просто считают нереальным... Нет, поступали раньше... У меня и дочь вот в Москве училась... Но в то время мы как раз тоже пропагандировали вот эту идею... Это надо дать в селе детям лучшее... И больше того, мы не просто её... Как говорится, озвучивали эту идею... Мы детишек, можно так сказать, поставили под... Ведение их Российской Международной Академии Туризма... Она открыла здесь филиал... Причём филиал высшего образования... И поэтому то, как они соприкоснулись с жизнью... С московской в том числе образованием... Так как и ездили туда, и там экзамены сдавали и так далее... Это им очень понравилось... И они все сказались достойные... Хотя там очень много... Много дипломов у нас получило в этой Академии... Не все они работают... Но работают они не потому... Не работают они не потому, что им места не нашлось... К сожалению, как раз область оказалась не готова к хорошим специалистам... То есть туризм здесь начали организовывать, можно так сказать, любители... Но он так на любительском уровне и потихонечку загнулся... Ну вот последний год вроде немножечко что-то поднимает... Но я так скажу, что это опять непрофессионально... Это не серьезно... Потому что те, кто взялся поднимать его... Они не жили в сельской местности... Это те, кто думает, что надо прокатиться... Надо показать домики или еще что-то... И в этом туризм сельский нет... Вот сейчас-то я абсолютно уверен, что эта форма развития долгосрочного... Можно так сказать, если хотите, туризма... Но я бы считал санаторно-курортного проживания... Должна быть реализована вот в таких местностях, как наша... То есть мы что вот планировали, например... Что будет санаторий на 100 мест, детских мест... И в санатории будут работать очень хорошие специалисты по образованию... Ну, один из наших проектов Сириус в Сочи... Ну, теперь там город Сириус реализовался... То есть вот такие как раз в таких местах, где есть курортные возможности... И должны быть школы высокотехнологичного образования... Где кроме вот этой сельской красоты и сельских преимуществ... Воздуха хорошего, который развивает мозги... Они растут при хорошем воздухе лучше... Физические нагрузки... Все это дает возможность воспитать высокотехнологичных и хороших инженеров... Врачей, учителей и так далее и тому подобное... Я бы, честно, не ориентировался на воспитание работников культуры... Хотя на самом деле считаю, что с этого и надо начинать... То есть здесь все высший класс... Природа высший класс... Соловьи высший класс... Культура очень низкая... Я не хочу обидеть наших, значит, работников культуры и социальной сферы... Ну, они такие, какие они есть... То есть кто-то образован, кто-то не образован... Они делают по тем программам, которые спускаются... И, надо сказать, неплохо делают... Но программы устарели... Все эти вот танцульки и пивульки... И такие огромные дома культуры, существующие только для этого... Это уже... Прошлый век... Прошлый век... Поэтому и те учреждения, которые здесь есть... Их нужно наполнить новыми технологиями... Честно говоря, это очень сложно... Потому что ребята теперь и здесь тоже... Все с гаджетами... Они видят без этих навязчивых взрослых, какая жизнь... И, к сожалению, в селе тоже начинают чувствовать свою ущербность... По отношению к тому, что должны бы получить... То есть я как-то вам рассказывал, что, например, вклад в московского ребенка... В сто с лишним раз больше в Москве, чем в Пестяковского... Ну вот по затратам... Это если мы берем только образовательные и медицинские затраты... А если еще включить сколько на спорт, якобы детский, на культуру и так далее... Я думаю, в тысячу раз больше затраты... А как можно тогда получить людей равного развития и равного общества? И наших спасает вот эта окружающая среда... Вот эта возможность быть свободным, вольным человеком... Вот ведь в чем проблема... Поэтому, когда она сейчас говорит, надо переселяться или надо переселять... То она должна осознать, что они должны ту комфортную среду, которая у них есть в городе... Сюда перенести в микро, как говорится, санатории... И уже от этой среды не загрязняя ничего... Не разрушая ничего... И готовить их к хорошей, большой, инженерной и высокотехнологичной жизни... И это будет, я уверен, что это будет... Поэтому я тоже поддерживаю движение блогеров... Я тоже еще раз вас призываю, как много-много лет уже призываю... Снимайте сельскую жизнь... Снимайте сельскую местность... Это действительно должно быть нашим трендом... Как они говорят... Нашей фишкой нашей страны, что у нас вот такая жизнь... И в нашей огромной стране скучиваться вот в этих мегаполисах... Стараться миллионники создать... Как когда-то было такое направление... Говорили, что все города до 100 тысяч жителей должны погибнуть... Это полный чушь... Это нонсенс... Наоборот, тут должно быть как можно больше маленьких комфортных поселений... Тем более, что сейчас дороги есть... Газ вот нам ведут... У нас газ будет... Поэтому желающим, кто хочет такое хорошее, можно, поселение сделать... Я предлагаю, обращайтесь в Пистяки... У нас здесь есть кому поруководить... Кто может этот санаторий построить... И кто может такую школу открыть... Из Москвы есть кто... Сейчас уже тоже кое-что строят... Поэтому, дорогие мои... Не могу наслушаться... Как он хорошо поет, да? Мой хороший... Ну, посмотрите пока на озеро... А я пойду... Сниму камеру... Которая его записывает... Сниму камеру... Сниму камеру... Продолжение следует... Сниму камеру... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...